Всем привет, дорогие друзья! После долгих путешествий по Сиде и Манавгату мы наконец-то приехали в торговый центр Новомол. В общем, цены на такси тоже выросли. В прошлом году мы ехали за 15 в этом году 25 и ехать буквально 5 минут, 7 километров. Но сейчас мы пойдем в наш любимый торговый центр. Самый любимый торговый центр, наверное, в Алании и во всей Турции. Мы устали, но постараюсь вам показать, что есть интересного, какие марки в нем представлены. Поэтому оставайтесь вход в торговый центр Новомол будет вот так. Здесь еще есть статуя похож на фонтан Треви в Риме. Ну, а главный вход в торговый центр Рима будет вот так. Сначала мы пойдем наверх покушаем и потом я уже вам покажу, какие здесь есть магазины. Чтобы не ехать на эскалаторах, мы едем на лифте. Очень красивый торговый центр. Один из моих самых любимых. Очень большой. Видите, здесь вот такая вот есть игровая комната. Называется Фангу. Наверху что-то тоже расположено. Луна Парк. Наверху расположен Луна Парк. Давайте быстренько посмотрим. Интересный Луна Парк. О, на крыше. На крыше торгового центра расположен Луна Парк. Представляете? Это что-то невероятное. Вот так вот это все дело выглядит. Можно прийти с детишками покататься. Ну, а на первом этаже есть вот такие вот. Айган дешевна максиамусом? Буна следующая миссия. Очень много различных аттракционов. Очень большой центр детский. Очень много здесь детей, конечно. Всякие разные машинки. Игры. Не только для детей, но и для взрослых. Мини боулинг. Различные автоматы. Игры для маленьких детишек. Ну, в общем, много-много всего интересного. И еще нам сказали, что здесь есть гоу-карт. Представляете, в торговом центре карты. Поэтому сейчас пойдем посмотрим, действительно ли это какая-то стоящая вещь. Так, я потеряла. Это оказался не гоу-карт, а обычные машинки, которые сталкиваются. Ну, как есть на аттракционах в любом городе. Ну, а пока мы ждем еду. Мы взяли на этот бюро. Стоят они 6 лир с колой. Пока расскажу вам про торговый центр Новомол. Вот, как сказано в брошюрке, здесь располагается более 120 магазинов. Есть кино и детская площадка с Луна-парком. Здесь, почему мне нравится этот торговый центр? Потому что здесь расположены мои самые любимые магазины. Это H&M в первую очередь. Магазин Адиль Ишик. И магазин... Ну, можно сказать, конечно, Катун, но нет. Больше всего я люблю магазин H&M и Адиль Ишик. Здесь в них всегда бывают скидки. Вот именно в них мы сходим. Ну, а если вы хотите узнать больше про этот торговый центр... Конечно же, здесь вот на брошюрке показаны все марки, какие здесь есть. Конечно же, нет многих марок. 120 марок сюда не помещаются. Но основные турецкие марки, вот вы видите, лофт. И много магазинов с одеждой, аксессуарами для дома, текстилем, с обувью. Поэтому обязательно приезжайте в этот торговый центр. Я думаю, что вам очень понравится. Ну, а сейчас мы покушаем и сходим в магазин H&M. Не знаю, хватит ли меня на другие магазины, но магазин H&M мы точно же пользуемся. Это очень красивый торговый центр. Наверху находится магазин H&M. И вот здесь вот находится магазин Adilishik. Очень-очень много различных магазинов. Айхан пошел, я пошла в Adilishik. А потом мы пойдем в H&M. Ну, в общем, обязательно приезжайте в этот торговый центр, если хотите купить что-то интересное и красивое, качественные вещи. Я немного устала. В Adilishik я не буду вам показывать, что есть из одежды. А в H&M уже немножко сниму их ассортимент. В своем любимом магазине Adilishik, к сожалению, я ничего и не нашла. Но вот взяла вот такой вот каталог. Может быть, что-то найду. И, кстати, можно все это дело заказывать по интернету. Ну, а сейчас Айхан убежал куда-то курить. Ну, а сейчас давайте я захожу уже в магазин H&M. Посмотрим, что здесь интересного. Но, честно говоря, Adilishik у меня сегодня прям очень сильно, прям я расстроилась. Ну, посмотрим, может быть, что-то в H&M и найдем. Как вы знаете, H&M это шведская марка. Здесь бывает очень много товаров со скидками. Вещи достаточно хорошего качества. Мне очень нравятся. Есть и нижняя одежда, есть обувь. Сейчас посмотрим, есть ли тут скидки сейчас. Потому что обычно скидок бывает очень много. Средняя цена на вещи здесь, если по скидкам, то, вот видите, 50%, 40 лит. Средняя цена на вещи, ну, вот, если по скидкам можно что-то купить и за 20 лит. Но средняя цена на вещи здесь порядка 50 лит. Есть мужской отдел. Вот какой-то стенд со скидками. Ну, я думаю, что в этот раз скидок очень мало. Может быть, есть кое-что, вот какие-то скидки на... И прям, представляете, скидка на такие же штанишки, как у меня. Интересно, что они у нас стали стоить. В общем, 50 лир, как я их и покупала. Вот такие вот всякие разные футболочки. Уже осенний сезон. Завезли курточки. В общем, в отделе скидок все перемешано. Было время, когда я здесь, кстати, покупала футболки по 10 лир. И очень хорошего качества. Мне очень нравилось. Ну, а сейчас... Вот видите, цена на футболки 14 лир. 14 лир. Всякие разные футболки с надписями. Вот такой вот даже халатик какой-то есть. Пляжная одежда. Белье женское. По 39 лир домашняя одежда. Спортивные штанишки. Кстати, вот эти вот штаны я покупала в прошлый раз за 50 лир. А вот эту вот кофту я покупала в отделе шики много-много лет назад. Лет, наверное, 8 уже еще в Норвегии я ее покупала. Ну, а эти тапки я покупала в отделе шики. Нет, вот эта кофта из H&M и штаны тоже. А эти ботинки из отделе шика я покупала. Но они, видите, уже цвет потеряли в прошлом году. Так, давайте дальше. Спортивные костюмчики. Скорее даже пижама. В общем, нижнее белье. Футболочки. Спортивные, кстати. Спортивная одежда очень хорошая здесь. Должны быть купальники. Ну, как я вам сказала, средняя цена на одежду здесь порядка 50-100 лир. То есть в пределах 50-100 лир. Ну, вот, например, футболка. Да, 89 лир. Вроде бы, ой, ничего такого. Но стоит 80 лир. То есть вещи чуть дороже, чем в том же самом магазине L.C.Y.K.E. Посмотрите, что-то есть за 20 лир. Напишется на байрам. Скидки на байрам. В общем, много-много здесь всего всякого разного. Есть женская обувь. Какие-то вот такие вот веселые спортивные кофточки. Аксессуары. Сумки. Немного здесь они, конечно, поменяли расстановку товаров. Вот есть обувь. Уже приехала осенняя обувь. Но есть и балетки. Такие вот ботиночки. Ну, почем, например, они по 49 лир. Конечно, я сомневаюсь в их удобстве. Я не думаю, что они очень удобные. Ну, вот есть, например, белые тапочки, как я искала. Всякие разные тапочки. Ну, вот, например, такие. Сколько они у нас стоят? 40 лир. Ну, в принципе, нормально. Вот такие вот, кстати, белые кроссовки. Симпатичные. Сколько они стоят? Непонятно. Но симпатичные. Вот такие вот тоже интересные. Сколько? 80. Вот видите, 89 лир. Вроде бы ни кожи, ничего. А стоят 80 лир. Есть вот, например, такие. Стоят 25 лир. Кстати, недорого. И, наверное, я себе такие возьму. Потому что белые тапки у меня улетают просто со скоростью света. Также есть внизу, как я уже говорила, мужской отдел. Есть детский отдел. Там вы можете посмотреть. Вот, например, джинсы за 49 лир. Разные-разные брючки есть. Всякие теплые кофты поступили в продажу. Спортивные костюмы. Спортивные костюмы. Они не знают. В общем, друзья, показала вам, что смогла. Вот так выглядит магазин. Одили Шик и H&M. Это единственные марки, которые мне нравятся. Сейчас идет Айхам. Посмотрим, что есть в мужском отделе. И после покупок уже поедем домой. Чтобы добраться из торгового центра Новомол обратно в Аланию, нужно выйти из торгового центра, перейти улицу, сесть автобус до автовокзала в Манавгате. И с автовокзала в Манавгате уже ехать до автовокзала в Алании. Последний автобус, как нам сказали, идет в 10 вечера. Но мы поедем часов 8. Поэтому, друзья, если вам понравился этот краткий обзор, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы. С удовольствием отвечу. Ну и конечно же подписывайтесь на наш канал. Всем всего хорошего. Всем счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok